В эфире библейский портал Экзегеты. Нам задали вопрос. Зачем подают милость у незаумерших? Все мы помним слова Иисуса Христа о том, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Потому что у Бога живы все. И те, кто давно ушел к Нему, и те, кто умер совсем недавно, и те, кто сейчас еще странствуют по земле, это все одинаково живые люди. Просто те, кто уже ушли, это люди, на время расставшиеся с телом, в воскресение которого мы, христиане, веруем. И поскольку Бог есть Бог живых, а не Бог мертвых, поэтому мы все едины, как церковь. Вот это разделение на церковь воинствующую и церковь торжествующую – это такое очень сильно католическое учение. На самом деле мы все едины, со своими умершими тоже. Просто пока временно расстались. А если мы едины, то мы, как церковь, мы единый организм, единое тело Христова. Мы как клеточки одного огромного организма. И этот организм есть тело, соединенное любовью, во главе с главой которой есть Иисус Христос. А любовь, она есть та самая кровь, которая дает этому телу жизнь. И неважно, что человек уже умер для любви, нет препятствия в молитве. Мы же просим молитв тех, кто уже умер и ушел с земли. Например, Ститли Николая или Иоанна Златоуста или преподобного Сергия Радонежского. Мы же не смущаемся, когда им молимся, несмотря на то, что они умерли уже очень давно. Мы знаем их предстательство и силу их молитвы. Потому что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. А есть люди, которые нуждаются в нашей молитве. Почему они нуждаются в нашей молитве? Потому что Богу вот эта тайна такая, ему легче, насколько здесь это слово применимо, не знаю. Но ему легче простить человека, если его прощают те, кто помнит о нем на земле. Немножечко эта тайна приоткрывается в случае, описанном у Иоанна Богослова в Евангелии, с женщиной, взятой в прелюбодеяние, когда Господь говорит, где твой обвинитель, и я не обвиняю тебя. И очень важно поэтому, что чин отпевания заканчивается прощанием. Или прощением, это почти одно слово. Как это выглядит по уставу? Каждый из прощающихся подходит к гробу, где лежит тело новоприставленного человека, кладет земной поклон, и это символ того, что он просит прощения. А потом он целует усопшего и благословляет его. А это символ того, что он сам все прощает. Даже если усопший был стопроцентно виноват, все равно, ты его прости, и Богу будет легче его встретить в своих райских обителях. И мы знаем по себе, по живым, как много может милостынь. В Библии многократно встречаются слова, когда, допустим, ангел является и говорит, молитвы и милостыны твои воспомянуты пред Богом. То есть, Бог видит милостыню как проявление любви. И если Бог есть не Бог мертвых, но Бог живых, а мы соединены все любовью, то любое проявление любви, оно превозмогает грех человека и приносит ему милость Божию. Поэтому это было известно еще в Ветхом Завете, вот в 4 главе из книги Тавита, «Раздавай хлебы твои при гробе праведных, но не давай грешным. Милость твоя да будет ко всякому живущему, но и умерших не лишайте милости». Это книга Сираха, по премудрости Иисуса, сына Сирахова. То есть, люди знали об этом всегда. Вот я раздаю милостыню, я творю доброе дело и говорю Господу про себя, «Господи, прими это, как от моего папы покойного». Неужели это проявление любви Господь не встретит согласием? Конечно, встретит, в этом наша вера. Поэтому творить милостыню по усопшим — это устоявшийся, очень распространенный христианский обычай, вполне понятный, потому что мы все организм любви.